Торговали спиртным из-под полы. В рудничном районе областного центра полицейские нагрянули с проверкой в торговый павильон, на витринах которого был представлен широкий ассортимент алкогольных напитков. Стражи порядка убедились, что в ларьке, вопреки новому законодательству, велась бойкая торговля крепким алкоголем. Бутылки со спиртными напитками были спрятаны под холодильной установкой и прикрыты рулонами туалетной бумаги. Бутлегерский тайник хранил в себе весь ассортимент алкогольной продукции, реализуемой работниками магазина. Виски, коньяк, водку, вино и вермут. Владелец торговой точки пояснил полицейским, будто обнаруженный у него крепкий алкоголь уже давно снят с реализации и в настоящее время хранить его больше негде. Однако о факте нарушения свидетельствовали ценники на бутылках. В результате проверки на всю партию спиртного был наложен арест, а в отношении самого хозяина магазина полицейские составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи алкогольной продукции», санкции которой предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере до 40 тысяч рублей. В Кемерове будут судить нелегального предпринимателя, снабжавшего контрафактным алкоголем два региона Сибири. Его подпольный завод полицейские ликвидировали в прошлом году, а на днях было окончено расследование уголовного дела. С выводами следствия ознакомился Владимир Сергеев. Это спецоперация, результат продолжительной оперативной разработки. На территории предприятия банкрота полицейские обнаружили подпольное производство контрафактного алкоголя. Портвейн разливался в промышленных масштабах. На заводе полицейские появились поздно вечером, когда здесь кипела работа. Было обнаружено две линии производственные, на которых изготавливался фальсифицированный алкогольный продукт, так называемый портвейн «Три семерки». Технологический процесс изготовления суррогата сводился к смешиванию обычной воды, спирта и концентрата винного материала. На момент проведения операции на линии было разлито 750 бутылок суррогата. 14 тысяч литров винного материала и пустая тара были подготовлены для производства очередной партии. Кроме того, складские помещения подпольного завода уже были забиты продукцией, готовой к отправке. То есть, эта продукция идет на отгружку, правильно? То есть, покупатель приезжает, вы отгружаете. Главным следственным управлением было возбуждено уголовное дело по четырем составам преступлений. Незаконное предпринимательство, производство избытно маркированной продукции, а также использование заведомо поддельных специальных марок. Следователи установили, что данный завод просуществовал почти год. За это время здесь было изготовлено более 500 тысяч литров контрафактного алкоголя. Сбывался он по торговым точкам Кемеровской и Новосибирской областей. Почти месяц полицейские изучали рынок сбыта фальсификата и изымали суррогат из продажи. Максимальная закупочная цена данного товара составляла всего 30 рублей, поэтому от покупателей не было отбоя. По результатам расследования был задержан 50-летний уроженец Азербайджана, житель города Кемерово. Установлено, что от незаконной предпринимательской деятельности он извлек доход в размере более 12 миллионов рублей. Весь изъятый суррогат по решению суда направлен на уничтожение. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время незаконный предприниматель предстанет перед судом. В качестве максимального наказания ему грозит до 6 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вдруг какой-то наглец, по ее мнению, нарушил правила. Хорошо вздыхает женщина, что сама двигалась очень медленно, иначе не миновать беды. Вдруг, неожиданно, увидела ее буквально возле своего правого крыла. Тихонечко подъехала, довольно-таки близко. И в какой-то момент, опередив меня, резко перестроился и нажала на тормоза. Хорошо, в общем-то, в принципе, среагировала, тоже нажала на тормоза. Ну, последствия я, конечно, не могу описать, какие могли быть. Но в данном случае мы отделались, ну, нелегким, тяжелым испугом довольно-таки. Татьяна решила Лихача во что бы то ни стало проучить. Видео с регистратора отправила в нашу редакцию. Сотрудники Кемеровской госавтоинспекции посмотрели ролик. И тут возник неожиданный поворот. Оказывается, и сама женщина нарушила правила. Она изначально должна была ехать по правой полосе. Крайняя левая только для поворота налево или разворота. Просто так по ней ехать нельзя. Хотелось бы, конечно, обратиться и к молодым водителям о соблюдении правил дорожного движения, и, в частности, конечно же, к водителям опытным. Много лет за рулем уже, правила приедаются, забываются. Откройте, не поленитесь, 5 минут времени у вас это всего лишь займет. Тем более, если вы опытный человек, пролистать, быстренько повторить. Тем более, вот эта безобидная ситуация, казалось бы, да, что такого? Накатанная полоса, но по правилам дорожного движения это является нарушением. Цена плохой памяти в этом случае 500 рублей. Именно столько теперь и Татьяне, и водителю, что ее обидел, придется заплатить в виде штрафа. Так что повторять уже изученное никогда не бывает лишним. На сегодня у меня вся информация. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова